Ребят, у вас поинтересуюсь, насколько вы следите за блогерами-миллионниками, например? Я пас, я сразу мимо. Бьюти-блогерами, Даш, возможно, и вы тренеры личностного роста и так далее. Честно, особо сильно не слежу, мне больше по душе такие вот, как это называется, инфлюенсеры, микроблогеры. Микроблогеры, да, которые вот в нашем городе находятся, они далеко от нашего города, какие-то прям мировые звезды, здесь мне не сильно интересно, не слежу, не знаю. Понятно, ну то есть вот маленькие какие-то конкретные личности, тебе интересно, а вот что касается вот известных имен, которые сейчас громко звучат, тебе не слежу? Я за ними не слежу, но естественно, что я живу в социуме, я знаю, да, что происходит. Хорошо, Вань, почему ты говоришь, я пас, пас, я еще не договорила, что с тобой? Ну потому что я не веду социальные сети активно. Это понятно, но то есть ты не смотришь. Не наблюдаю, мне не интересно. А вот смотри, я почему к тебе переключилась, потому что многие мужчины говорят, это вот инфо-цыгане и так далее. Нет, я знаю про инфо-цыган, я же не вышел сейчас из леса и такой, а что за... Омоем ноги в колодце, ну я не знаю, что это такое. Но ты к ним как относишься? Я плохо отношусь, я всегда, мы у нас в личных беседах с тобой, то есть я не буду здесь сейчас, у меня не хватит просто эфирного времени полностью рассказать правильно свою позицию. Я не очень хорошо к ним отношусь. Но я считаю, что это нечестно по отношению к людям, ко многим. Ага, ну вот смотрите, красивая жизнь, вот это вот, например, дорогие машины и так далее. И я вас научу вот, не знаю, там в декрете зарабатывать миллионы рублей. Конечно же, это очень заманчиво, особенно для женщин, которые, например, ничем не заняты. И в декрете они хотят, правда, быть еще и независимыми. Игра удача, скинь мне 500 рублей, я тебе скажу, что все тебе будет хорошо. Ну, в общем, я поняла правильно, что здесь нет поклонников таких марафонов, игр и так далее. Хорошо, тогда, поскольку у нас все равно есть соцсети, и мы все равно их где-то в какой-то мере активно ведем, даже просто смотрим, возможно, за своими товарищами, то я предлагаю сегодня позвать очень важного эксперта. Тему юридической упаковки инфобизнеса предлагаю продолжить вместе с собственником юридической компании Евгения Мотлахова. Женя, проходите к нам, пожалуйста. Сейчас я когда сказала инфобизнес, ребята такие, что? А когда я сказала юридическая упаковка инфобизнеса, все такие, талант. Нет, про юридическую упаковку, наоборот, все, мне кажется, понятно. Жень, что это такое? А чем это может быть близко вообще ко всем нам, тем, кто ведет свои соцсети в разных смыслах этого слова? Дело в том, что вот этот тренд, что инфобизнес, он появился только сейчас, и неизвестно, как осуществлять юридическую упаковку этого инфобизнеса, что если деньги зарабатываются в интернете, это какие-то другие деньги, другие налоги, на самом деле все старо, как налоговый и гражданский кодекс. Право и регулирование одинаковое, абсолютно. Просто для меня, как для юриста, когда я, кстати, запускала свой онлайн-курс, у меня он тоже был. Да, подождите. Да, и сейчас у меня тоже есть ученики в онлайне, я обучаю и повышаю квалификацию юристов, своих коллег у всей России. Ну подождите, у вас высшее образование, вы там специалист, понятно, вы не инфо-цыганка, если уж... Не, обучение это совсем другое. Да, это другое. Я говорю про другое, что скинь мне 500 рублей, я научу тебе быть счастливым. Вы так делаете? Вот это я не понимаю. Это, похоже, уже как несколько тысяч лет называется мошенничество. Ну вот, вот, на секундочку. Точно. Да, здесь ничего нового тоже, опять-таки, нет, уголовное право, оно тоже старок от мира. Вот странно, да, вот ощущение, то есть вроде как все правда одинаковое и в инфо-пространстве, и вне его, а люди по-другому относятся, даже оскорбления позволяют себе там такие выделывать, а ты потом не думаешь, что ответственность нести? Я права вот в этом отношении? Да, конечно, ответственность, она абсолютно одинаковая, да, просто есть специфика доказанная в связи с тем, что мы находимся в онлайн-пространстве. И добывать доказательства нужно по-особенному, да, то есть есть такое понятие, как нотариальное фиксирование скриншотов и так далее. Кроме того, тоже начали шуметь с этой маркировкой рекламы. Об этом поговорим. Давайте вернемся к блогерам, вот эти вот миллионники и те, кто сейчас на первых, что ли, там, страницах интернет-изданий. Мы, вот простые люди, не понимаем, что они делали не так. Так, возможно, вы нам сейчас с юридической точки зрения объясните вообще, чем они прогневили органы внутренних дел и что они, ну, не платили налоги, правильно? Здесь три направления. Первое – это осуществление деятельности без лицензий, то есть это первое направление, за что можно зацепиться. То есть по факту они позиционируют свои продукты как образовательные программы, но они имеют образовательные лицензии, имея кураторов. Второе направление, самое такое мощное – это, конечно, недоплата налогов и дробление бизнеса. Здесь, по сути, государство в какой-то момент приняло решение, что нужно подумать, где мы еще не собрали налоги, да, давайте сделаем мозговой штурм. Я прям представляю, как это происходило. И кто, кто меня раздражает, вот примерно, вот таким же, да, выражением лица, мне кажется, сидели. Сот процентов, я бы на планерке поднял бы этот вопрос. Вот, у меня вот бесит, не знаю, там, Митрошина, там, или еще кто-то, да, вот, ну, у кого-то такое может быть мнение. Давайте проверим, все ли у них все в порядке. На самом деле, чтобы увидеть нарушения, там не нужно включать какие-то суперпрограммы, которые, кстати, есть у налоговой. Нужно просто зайти на сайт и посмотреть, от какого ИП осуществляется запуск марафона. Мы можем увидеть, что марафон в марте был запущен от ИП Митрошина, а марафон, например, в июне был запущен с другого ИП, но личный бренд тот же самый. То есть, по факту, идет дробление бизнеса. А, это за это могут предъявить, да? Не то, что за это могут предъявить. Дело в том, что если ты занимаешься одинаковой деятельностью, если ты занимаешься с одним акведом, по факту один и тот же. Аквед это что такое? Аквед это вид экономической деятельности. Вид деятельности твоей. По сути, те же самые марафоны. Да, по сути, тот же самый марафон, тот же самый курс. Но ты понимаешь, что ты в этом году уже заработал на этом ИП, у тебя оборот превысил 150 миллионов, и ты открываешь ИП на маму. И отчетность она же сдает по своему ИП, да? Да, отчетность вроде как отдельная. Но на самом деле налоговая это такой орган, но достаточно такой, очень прошаренный, да? Они в плане IT очень сильно оснащены. И у них есть программы, у них подгружены базы Росреестра, ЗАГСа. Ты можешь не знать, что у тебя двоюродный брат, там, чем-то занимается налоговая, может тебе прислать требования. Поясните, пожалуйста, у вас тут какая-то аффилированная схема, люди могут не знать, что они родственники. И причем типичное заблуждение, что это касается только крупных блогеров. А это не так. Это абсолютно не так. Блиновская, вот ее имя, наверное, вообще у всех на слуху. Жень, вот мне интересно, а не получилось откупиться? Сумма долга огромная. Вот даже процитирую. Задолженность по налогам 918 миллионов, остальное пеня и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов. Как это вообще возможно, как эту сумму можно было задолжать? Мне в голове не укладывается. Да, с вами абсолютно согласна, потому что это такие цифры, которые особенно на Дальнем Востоке, они, ну, трудно помещаются в наш мозг. Вот Дальневосточные, с не такими большими... Вот Елена Плиновская до того, как стало известно, что что-то не так. Да, с такими оборотами. То есть это трудно представить, как можно заработать миллиард, не то что налогов столько заплатить. Да, ну, то есть как-то, как заработать, да. А вот Елена уже не расскажет тебе, как заработать. Она уже, да, не расскажет, рассказывала, но дело в том, что, во-первых, достаточно большая налоговая база, начнем с этого. То есть большой заработок, большие налоги. Кроме того, насколько я тоже пока готовилась к данному вопросу, посмотрела, что ей вменяют, во-первых, дробление бизнеса. То есть с разных ООО, да, с разных ИП, то есть дробились обороты. Кроме того, опять-таки, все сравнивают кейсы Блиновской и Митрошиной. Почему у Митрошиной это как бы обошлось более-менее, то есть она заплатила... Вот я даже не знаю, какая Митрошина. Это очень известный блогер, да. Это СММщица, да, по-моему? Получается, да, по продвижению в социальных сетях различных, да. Даже заинтересовали меня. Пообщайтесь, пообщайтесь. Я тоже не знаю, кто это, но вот судя по всему. Ну, дело в том, что да, то есть у нее была налоговая проверка, у Блиновской была налоговая проверка, но... И все в местах не столь отдаленно? Нет, все-таки Митрошина, она заплатила налоги, записала интервью, где принесла извинения, что она ошиблась, что ее неверно проконсультировали. Да, а у Блиновской, она говорит, мне даже нечего заплатить. Короче, ее простили просто. Нет, не то, что простили. Вы простили. Дело в том, что там очень тонкий момент, когда к тебе приходят требования от налоговой, его нельзя игнорировать. Даже если там на 3 копейки, нужно обязательно предоставить объяснительную. Нужно прийти, нужно скромно одеться в налоговую. В извинительные водолазки, мы знаем. Вот смотри, мы сейчас реально рассказываем лайфхаки, скромно одеться, не краситься. Как Иван, я надеюсь, что... Намажьте себя углем, выглядите, как будто вы болеете. Снимите кольца, например, тоже вот это, да? Да, да. Приезжайте на Убери. На автобусе, конечно. Идите пешком с палочкой. Ладно, это все смешно, если бы не так грустно. Я просто прям посмотрела, что дело в том, что Блиновская, она стала оспаривать сумму, она не согласилась с государством. Государство обиделось, оскорбилось. Я до сих пор не сидела. И на самом деле, она не то что сидит, там, получается, заменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО. Потому что она устроила вечеринку дома, вот тоже все... Да, но ее уже с общей камерой перевели в какую-то отдельную. Вот смотрите, мы не следим, я даже знаю, что у нее депрессия сейчас. Но мы не следим. Мы не следим. Ладно, вернемся. В одной программе на видеохостинге просто услышал вот эту новость, рассказывал. Да, да. Совершенно случайно. Вернемся к нам. Да, почему кажется, что сейчас за вот этих вот блогеров взялись, а раньше как бы это все было в порядке? То есть, или, может быть, мы не знали об этом? Ну, дело в том, что нарушений вот в пространстве, в оффлайн пространстве достаточно много. Мы каждый день ходим по городу и видим какие-то некрасивые гаражи, например. Почему их администрация не убирает? Ну, потому что, ну, не дошли руки. Время не пришло. Время не пришло, не дошли руки, я думаю, то же самое. Я прочитала, у вас есть чек-лист блогера и чек-лист эксперта. У нас остается буквально там пара минут. Давайте расскажете об этом, что это такое. Если тезисно, да, по факту у меня есть достаточно такой объемный документ, где можно проставить себе галочки и посмотреть, есть ли у тебя нарушения какие-то или нет. В сфере оффлайн, онлайн бизнеса у меня подход единый. То есть такая услуга, как юридический аудит, она предразумевает единый подход. Ну, то есть неважно, где у тебя оффлайн или онлайн бизнес. Прежде всего, нужно определиться с организационной правовой формой, определиться с налогообложением, да, то есть многие считают, что если я веду какие-то тренинги, то всегда можно взять патентную систему налогообложения, но это не всегда так, и можно опять-таки получить риск до начислений. Нужно посмотреть, оформлены ли у тебя договоры, аферты, политика обработки персональных данных. Это самое простое на самом деле. А, да? Да, да. То есть прям 10 пунктов по ним пройтись, и у любого можно нарушение пройти. У меня есть знакомый блогер, ее зовут Мария. Стоит ли ей беспокоиться и прийти на консультацию к вам, чтобы вы юридически проконсультировали? Знаешь, что я тебе хочу сказать? Ну, вдруг что? Твой знакомый, как ты говоришь, блогер, не ведет никакие онлайн-курсы и не учит ничему. Вот, знаешь, я что поняла? Мне кажется, что как только человек начинает зарабатывать в интернете, ему проще всего идти к юристу и спросить вот что-то по этим вот пунктам. Правильно? Вот у меня сложилась схема. Вот я про Марию-то и говорю. Безусловно, вообще я убеждена, что всем должны заниматься специально обученные люди, да. То есть я там уже давно сама себе не делаю маникюр, я не изобретаю велосипед сама, я, не знаю, себе сама воду в квартиру не подвожу, то есть я обращаюсь к специально обученным людям. Юриспруденция тоже самое. Просто у нас часто отсутствует правовая культура. И я вот как-то в рамках своих каких-то мероприятий занимаюсь правовым просвещением, чтобы люди знали, что если ты зарабатываешь в Российской Федерации любые деньги, любым способом, реклама, блогинг, курсы, заработную плату, то получается нужно платить налоги. Просто они разные при разных оборотах. И в этом разбираются опять-таки специально обученные люди. Сейчас прозвучало так, что есть повод задуматься. Даша вздохнула даже. Это как-то так сложно, сложно, как оказалось. Но на самом деле мы просто сейчас предостерегли многих людей, которые думают, что деньги сыпятся сверху, помогает, значит, Вселенная. Вот она до какого-то времени помогает, судя по всему, а потом... До 150 миллионов. А потом уже нужно как-то вот задумываться о серьезности закона. Как минимум нужно получить юридическую консультацию и спать спокойно. Вот, все. Жень, спасибо большое за то, что сейчас не то, что нам напомнили об этом, мы не знали. Вы раскрыли глаза просто. Вам успехов. Спасибо большое, Мария, передали. Мои подруги, да. Увидимся после короткой рекламы.